Венгрия продолжает украшать Украине из-за принятого недавно закона об образовании. Киев предупредили об акции протеста возле посольства в Будапеште. Она пройдет под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». В нашем медиа-акцию назвали сепаратистской, призывают ее запретить. Все детали узнаем от Светланы Чернецкой. На акцию за национальное самоопределение Венгров Закарпатья людей собирают завтра вечером. Протестовать намерены под посольством Украины в Будапеште. Об этом сообщил венгерский МИД, а значит Демарш поддерживают на уровне правительства. Это и взмутило главного украинского дипломата Павла Климкина. Угорский МЗС сообщил нашему посольству про акцию 13 жовтня под гаслом «Самоопределение для Закарпатья». Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Негайно направили ноту протеста с требованием защищать эту провокацию. Впевнені, Угорщина и надалі поважатиме территориальную целесность Украины. Организатори завтрашней акції праворадикалы из партии «Справедливости и жизни». Она не представлена в венгерском парламенте, а по идеологии очень близка к ультраправым националистам из Йобика. Обе партии выступают за защиту венгерских ценностей и интересов, в их числе патриотизм, христианство и консерватизм. Представители Йобика, кстати, тоже будут среди участников протеста. В частности, депутат Европарламента Кристина Марвай. Ей запрещен въезд в Украину из-за визита в оккупированный Донбасс. Отношения между Венгрией и Украиной резко ухудшились после принятия закона об образовании. В частности, его статьи об украинском языке как единственном языке обучения. Будапешт воспринимает это как притеснение нацменьшинств. В частности, лишает права венгров учиться на родном языке и приведет к закрытию венгерских школ. В результате Будапешт угрожает Киеву всеми возможными способами. И санкциями, и даже пересмотром договора об ассоциации Украины и ЕС. Венгрия будет блокировать и витировать каждый шаг Европейского Союза, направленный на сближение ЕС и Украины. Мы гарантируем, что из-за этой ситуации Украине будет очень больно в будущем. Киев продолжает настаивать. Закон не лишает венгерское меньшинство родного языка или самоидентификации. И наш МИД готов донести свою позицию до венгерского правительства. С этой целью в Будапешт прибыл министр Климкин. Вот только ему уже во второй раз не удается встретиться со своим коллегой Петером Сияртом. Сначала тот показательно отказался от разговора с министром на Закарпатье, куда приехал навестить диаспору, мотивируя это тем, что встречаться нужно было до принятия закона, а не после голосования в парламенте. Сиярта проигнорировал главу украинского МИДа и сегодня в Будапеште. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.